Якобы Путин теперь вот готов довольствоваться малым. Хочет он разделить Украину по реке Днепр и забрать себе лишь левобережную Украину. Генерал Залужный в следующем году реализует свой план наступления, тот, который ему политики не позволили реализовать в 23-м. Ну и жены мобилизованных россиян сейчас вот отрыдаются после пресс-конференции Путина. Ну а потом по стопам, видимо, Пригожина пойдут таким маршем справедливости на Москву. Обо всем этом на стриме в Ютубе 24-го канала поговорим с майором КГБ, бывшим советским разведчиком Сергеем Жирновым. Сергей Олегович, рад вас приветствовать. Слава Украине. Привет, Артем. Я тоже очень рад. Героям славы. Привет всем нашим зрителям. Два слова зрителям с просьбой поставить лайк этому видео авансом, так сказать. Ну и, напоминаю, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Сергей Олегович, у нас к концу недели, знаете, несколько публикаций иностранной прессы по Украине. Это и немецкие, и Дивельт, и Бильт. Это американские Нью-Йорк Таймс. Статья на сайте CNN. Ну и, знаете, там достаточно разнопланово, на самом деле, описывается все то, что сейчас на линии фронта происходит. И касательно планов на будущее. Что Москвы, что Киева. Вот я предлагаю все-таки с планов Москвы начать. И предлагаю все-таки не отмахиваться, знаете, от публикации Бильт. Мол, ну это что, таблоид, желтая пресса. Но потому как и в январе 22-го года эта желтая пресса публиковала карты вторжения Путина. А потом они оказались правдивыми, хотя мы их высмеивали и от них реально тогда отмахивались. Я четко это помню. Это я сейчас, на самом деле, о себе говорю. Так вот, Бильт публикует карту на 26-й год, карту Украины, где она разделена по реке Днепр. Якобы данные разведок говорят о том, что Путин хочет себе захватить теперь вот левобережье Украины, Запорожье, бывший Днепропетровск, в том числе Харьков. И вот, мол, такие у него планы на будущий год-два. И помогите с этим разобраться. Насколько, по вашему мнению, это соответствует действительности? И можно ли такие планы, знаете, интерпретировать, что, мол, у Путина аппетиты уменьшились? Что он теперь вот разевает роток лишь наполовину Украины. И вот, если это так, что же произошло? Ведь он-то мечтал ранее захватить всю Украину, а теперь вот это что? Он ближе стал к объективной реальности? Ну, во-первых, то, что это было напечатано в БИДе, это совсем не значит, я с вами согласен, что это ванё какое-то или неправдивая информация. Потому что, наоборот, чаще всего, кстати, в таких не очень, как бы, ну, как бы сказать, не очень престижных изданиях печатают ту информацию, которую в изданиях первого плана не могут напечатать, потому что она не до конца проверена. Вот, это не означает, что информация неправдивая. Вот, и в этом смысле я с вами полностью согласен. Почему она появилась? Потому что, действительно, я не думаю, что это у Путина, кстати, что-то прояснилось, потому что вот самое замечательное название, такая вот строка, которая пробежала на этой профконференции, её многократно уже все перепостили и процитировали, это «Почему ваша реальность отличается от нашей действительности?» кто-то его спросил, и это вот реально. У него, действительно, собственная реальность. Вот, но, вы знаете, мне кажется, что вот этот план, который опубликовал Бильд, это план не Путина, а план Генштаба. Это российский Генштаб, это российская армия стала более реалистично смотреть на какие-то свои потенциальные планы. И, с другой стороны, это всё-таки план не такой уж и слабенький, потому что до сих пор ведь говорилось о том, что они перешли в стратегическую оборону, и, ну, поговаривали о том, что их вполне успокоит даже захват не полностью Херсовской области, не полностью Запорожской области, но полностью Донецкой и Луганской областей. И вот такой вот по-настоящему левобережная Украина, потому что здесь, как вы видите на этом плане, есть уже и Харьковская область, есть уже полностью Запорожская область. И, в общем, он более такой, кстати, более широкий, чем то, что до сих пор мы видели у Российской Федерации. Я так думаю, что они всё-таки скорректировали какие-то свои запросы, они соотнесли их с тем уровнем вооружения, которое у них реально может быть, в том числе при поддержке Северной Кореи, Ирана и так далее, при возобновлении каких-то военно-промышленных производств на территории Российской Федерации. То есть в этом смысле мне показалось, что он гораздо более амбициозен, чем то, что до сих пор они нам говорили. Потому что они говорили, что до сих пор, вот если бы они просто удержали то, где они находятся, то это вполне бы их удовлетворило. То есть в этом смысле это всё-таки вещь, которая меня напрягает, потому что не было бы проблемы, если бы Украине и западная сторона проголосовала бы ту помощь, которая была предусмотрена к голосованию в декабре месяце, а именно 50 миллиардов со стороны Европейского Союза и 60 миллиардов со стороны Соединённых Штатов Америки с полной программой поддержки, в том числе вооружений. Вот тогда мы бы с вами не стали бы даже и секунды задерживаться на этом плане. А вот поскольку эта помощь не проголосована, то вот нам приходится теперь обсуждать всерьёз этот план, потому что, строго говоря, понимаете, вот даже сейчас, вот сегодня буквально я читал сообщение в одном из телеграм-каналов украинских, где было написано, что во время контрнаступления украинского соотношение вооружения по вооружению было один к одному. То есть примерно столько снарядов Украины выпускало, сколько и Российская Федерация. Что на самом деле, с военной точки зрения, является не совсем хорошим фактом и событием. Потому что когда вы ведёте наступление, то обычно по классической военной науке, в тех направлениях, где вы ведёте наступление, у вас должно быть превосходство над противником. Там должно быть тройное или даже пятикратное превосходство над противником. И вот тогда вы можете прорваться, и тогда вы можете продвинуться и так далее. То, что Украина добилась паритета с Российской Федерацией, это, в общем, уже лучше, конечно, естественно, чем положение, которое было в 2022 году. Но всё-таки паритет не даёт возможности. Вот, кстати, поэтому это контрнаступление, которое явно совершенно переоценено было, особенно в широкой публике, оно поэтому и так не дало такое продвижение, которое мы все ждали, и которое публика ждала. Потому что специалисты, на самом деле, военные, были очень скептически настроены ещё в начале этого года. Они говорили, что если получится, это хорошо, но нам, дай бог, удержать хотя бы те рубежи, которые есть. Сергей Леонидович, об этом отдельно поговорим ещё. Но если можно, я, извините, что перебиваю, всё-таки уточню по вот таких планах на 26-й год. Потому как говорят, ну, есть такие, да, вот мнения, звучат такие голоса, мол, давайте бросим этому кость, пусть он возьмёт левобережье Украины, мол, он на этом остановится. Но правильно ли я понимаю, что это глупость, что это только его раззадорит? И если он таких успехов достигнет, если ему ВСУ позволит это, то он точно на этом не остановится, и он пойдёт дальше. Он пойдёт на Львов, а далее он пойдёт потом на страны Балтии и на Польшу. Поэтому, ну, глупо говорить, что вот давайте по Днепру, значит, ему отдадим, и этого ему будет достаточно. Нет, вообще отдавать ничего нельзя, и с Путиным вообще нельзя вести никакие переговоры, и тем более вести, торговаться, что можно ему отдать, что нельзя ему отдать. С Путиным вообще бессмысленно разговаривать, вести какие-то переговоры. Вот в этом смысле его, это, кстати, пресс-конференция, которая, ну, понятно, что это клоунада была, но вот во время этой клоунады было произнесено несколько важных вещей. И самая важная вещь, которая была произнесена во время этой клоунады, это то, что Путин сказал, что мир в Украине наступит только тогда, когда Россия достигнет всех своих целей войны. И в этом смысле не надо иметь никаких розовых надежд на то, что он завоюет то, что это было описано. Даже вот то, что описано в Бильде, и отвечая еще на первый вопрос до конца, потому что я не успел вам закончить мысль, для меня это только первый этап. То есть это вот тот этап, который они себе, так сказать, планируют на ближайший год-полтора, вот за завоевание такого плацдарма нового в Украине. А дальше будут идти дальше, потому что они исходят из того, что военно-промышленный комплекс будет работать все лучше и лучше. Значит, они будут печатать все больше и больше снарядов, танков, пушек и так далее. Путин явно проведет мобилизацию после выборов. Сейчас ему, конечно, это невыгодно, но все к тому идет. И в этом смысле они теперь уже четко совершенно видно, что Российская Федерация планирует войну долгосрочную и на перспективу до тех пор, пока она не уничтожит Украину. То есть Путин признался, опять же, что он ведет геноциды украинского народа, потому что достижение, так сказать, полное достижение цели Российской Федерации это и есть геноцид украинского народа. Сергей Олегович, но есть еще одна статья в немецком Дивельте, и она более оптимистична. Там описывают ситуацию с наступлением в 2023 году и говорят, что на самом-то деле якобы генерала Залужного политики заставили это наступление организовать, а он, мол, всегда же был приверженец того, что сначала надо иметь хотя бы паритет с авиацией и только тогда идти в наступление. И вот Дивельт пишет, что когда теперь вот Украина получит F-16, а к ним она просит еще и F-18, и с пониманием того, что Украина сохранила в 2023 году 95% всей той техники, которая пришла от союзников, речь идет о бронетехнике, речь идет о пушках, то якобы вот в 2024 году генерал Залужный сможет реализовать полноценный свой план наступления. И с этим помогите разобраться. Вот если мы знаем, понимаем, да, что ключевое тут все-таки авиация, может ли Кремль с пониманием того, что это очень важно, сорвать поставку Украине этих вот F-16, а тем более F-18? Ну, денег, полные карманы, да, может ли Кремль реализовать, я не знаю, подкуп политиков, чтобы сорвать эту поставку? На первую часть вопроса я бы ответил так, что вообще не надо удивляться, что у политиков и у военных есть разный подход к одному и тому же вопросу. Потому что военные к нему подходят исключительно с военной точки зрения, у генерала Залужного есть задача на фронте, и он пытается выполнить свою задачу на фронте с теми силами и средствами, которые у него есть в распоряжении. Так, как ему подсказывает военная наука, а также смекалка, а также, я не знаю, расчет военный и так далее. У политики совсем другие расчеты, потому что, естественно, политика управляет не только фронтом, но политика управляет всей страной. Политика понимает, что страна устает от войны, политика понимает, что когда бомбят Одессу, Киев, и другие города, это накапливается на усталость у населения. Политика понимает, что происходит на внешнем фланге, то есть на дипломатическом фронте. И в этом смысле, конечно, у политиков совсем другое видение. Оно более широкое, оно более универсальное, чем просто у военных. Поэтому в этом смысле я бы не противопоставлял эти вещи. Просто надо понимать, что каждый делает свою задачу. И, конечно, то, что генерал Залужный планирует себе на фронте, должно укладываться еще и в какую-то политику президента Зеленского внутри Украины и в согласовании ее с международной политикой Украины и взаимоотношением с партнерами. И это непростая вещь, это очень непростая вещь, потому что действительно разные требования. Потому что почему, допустим, Зеленский давил на Залужного и говорил, что нужно хоть где-то немножко продвинуться, потому что ему надо было показать, что та помощь, которая дается Украине западными странами, эффективна, чтобы получить еще большую помощь, чтобы получить продолжение помощи. И с военной точки зрения, например, Залужному вполне возможно, можно было бы сказать, надо остановиться на тех рубежах, на которых мы сейчас находимся, и с сохранением самого главного живой силы, потому что важнее живой силы в Украине сейчас ничего нет. Потому что у вас не железная страна, у вас меньше значительное население, чем в Российской Федерации. У Российской Федерации проблема. В Украине тем более такая проблема, потому что мы сейчас видим по всем вашим каналам и по всем вашим СМИ, как военкомы проводят рейды там, где есть мужчины, молодые, которых можно призвать на службу. То есть мы понимаем, что для Украины сохранение ее войск и жизни живой силы – это первоцепенная задача. И вот если исходить из этого, то, конечно, Залужного устроил бы, например, в течение нескольких месяцев просто закрепиться на тех рубежах, на которых он стоит сейчас, и максимальное количество россиян, потому что их Путин бросает на штурмы, и чем больше их бросают на местные штурмы, тем больше и легче их уничтожать. Потому что это, опять же, тоже арифметика чисто военная. Сторона, которая ведет наступление, как правило, арифметически теряет в три в пять раз больше, чем сторона, которая обороняется. И в этом смысле, понимаете, и всегда будет это различие между политикой и военными. И сказать так, что нужно Залужному отдать карт-бланш, так сказать, и сделать так, чтобы он бы определил, что ему нужно, только исходя из потребностей фронта, я бы сказал, что это неправильно, это не совсем правильно, потому что все-таки война идет на уровне страны. То есть фронт фронтом, но страна вся участвует в этой войне, и политическому руководству приходится еще учитывать все, что происходит вне фронта, и что происходит, кстати, вне Украины. И в этом смысле у президента Зеленского, безусловно, шире горизонт, и у него шире видение, и более комплексное видение. Ну, надеюсь, что все эти, так сказать, внутренние какие-то противоречия будут потихонечку сглаживаться, потому что мне кажется, что притерка еще была, продолжалась в течение этого года между военными и политиками, потому что каждые, конечно, говорили о том, что им нужно. Вот сейчас, по-моему, потихонечку страна выходит на оптимальный механизм взаимодействия политики и военных, но проблема сейчас, кстати, сейчас не на фронте, а самое главное. Проблема как раз это у президента Зеленского, чтобы Украина получила те самые 61 миллиард, которые ей обещали Соединенные Штаты Америки, чтобы она получила все то вооружение, а там вооружение на 25 миллиардов, и плюс она получила пакет 50-миллиардной помощи от Европы. Вот это, вы знаете, на нынешнем этапе это даже важнее, чем то, что происходит на фронте, потому что на фронте, в общем, идет позиционная война, а такая позиционная война может длиться месяцами, годами. Это мы видели, кстати, в Донбассе с 2014 года в течение 8 лет. Сергей Олегович, ну а касательно подкупа, может ли Путин заплатить денег за то, чтобы не дали Украине F-16? И расширю вопрос, да, в ожидании денег от Соединенных Штатов Америки, в ожидании денег от Европы. У нас есть предположение касательно венгерского, да, премьер-министра. Может ли точно так же быть куплен условный американец, республиканский сенатор-конгрессмен с тем, чтобы провалить вот это голосование по выделению Украине денег? Я теоретически спрашиваю. Или вы же скажете, что таких подозрений касательно американцев, да, в принципе, быть не может. Или же наоборот скажете, что они такие же люди, их тоже можно подкупить условными, там, я не знаю, индийскими рупиями, где же там, где-то там у россиян же эти запасы рупии остались. Как вы сами понимаете, как бывший шпион российский и советский, я человек очень циничный, и поэтому я вам говорю, что можно подкупить практически любого человека. Очень мало людей, которые не подкупаны, это с одной стороны. И с другой стороны, ситуация на самом деле еще хуже, потому что довольно много людей, их даже не надо подкупать, потому что если бы все строилось только на подкупе, то с этим можно было бы как-то бороться, да, потому что можно было бы тогда, я не знаю, там, поставить этих людей под наблюдение, под наружное, я не знаю, записывать их телефонные разговоры и доказать, что они работают на иностранное государство в виде агента, потому что их подкупают. Гораздо все хуже, если все это они делают, исходя из собственных убеждений. А это, кстати, происходит вот и в Европе у западных политиков, и в Соединенных Штатах Америки. Вот все эти, значит, республиканцы, они, кстати, не получают никаких денег от Путина, просто у них есть свои собственные политические расчеты. Понимаете, человека ведь не выбирают, там, сенатора какого-нибудь, его выбирают в его штате, его не выбирают в Украине, его не выбирают в Российской Федерации. Вот, и поэтому он делает то, что он считает нужным и выгодным для своих избирателей, чтобы в очередной раз попасть в Сенат. С одной стороны. А с другой стороны, он понимает, что в республиканской партии сейчас самый главный кандидат вырисовывается Дональд Трамп, у которого есть своя система влияния, и для того, чтобы стать будущим сенатором и снова избраться в Сенат Соединенных Штатов, нужно заручиться поддержкой Трампа. А это значит, нужно говорить какие-то вещи, которые приятны Трампу. И вот это гораздо сложнее, с этим гораздо сложнее бороться, чем с любым подкупом любых шпионов российских. Потому что вот подкуп, это все можно как-то задокументировать и доказать, что человек работает на иностранную державу и посадить его в тюрьму. А если он не по какому, а просто по собственному убеждению, без всякого подкупа, работает де-факто на Путина, но на самом деле, защищая свои политические, а иногда политиканские интересы, то вот это гораздо хуже ситуация. В этом смысле, вот видите, я вам показал картинку еще мрачнее, чем ту, которую вы пытались от меня получить. Сергей Олегович, ну смотрите, вот вы говорите, да, американский сенатор, конгрессмен, он делает так, как хочет его избиратель, да, для того, чтобы удовлетворить его запросы и потом быть в будущем переизбранным в тот-таки Сенат-Конгресс. Ну вот, сегодня выходит статья New York Times, где описывается то, что сейчас происходит на линии фронта в Украине касательно левого берега Херсонщины и очень мрачная, очень мрачная статья. Она может быть правдива вся до слова, да, но тот момент, когда она выходит и она подводит читателя, да, американского читателя, американского избирателя к мысли о том, что все очень безнадежно в Украине и нет смысла бороться. Таким образом, эта статья формирует среди читателей и избирателей запрос, да, который потом транслируется этому конгрессмену-сенатору, который потом и отказывает Украине помогать, потому что какой смысл нет запроса от избирателей. То есть, что, Путину нужно купить статью в американской прессе, и этого будет достаточно, да, чтобы повлиять вообще на вот эту всю, на вот эту всю, этот лантюжок, цепочку, да, цепочку, не знаю, куда ударение точно на русском языке. Вот так это влияние происходит, получается? Вы знаете, да, вот это очень-очень похоже на правду этот механизм, и, кстати, вот это мы уже почувствовали в середине прошлого года, потому что такие серьезные издания, как Washington Post, как New York Times, как Wall Street Journal, как Newsweek, как Time начали публиковать довольно регулярно, в прошлом году, ну, скажем так, одна треть примерно статей появилась вот в таком ключе, а в этом году, наоборот, две трети статей, которые вот в последнее время публикуются, они все в таком ключе. То есть, судя по всему, есть какое-то влияние, плюс мы понимаем, что раньше была там, я не знаю, Россия сегодня, Russia Today, да, раньше был спутник какой-то, который вот влиял, значит, вещал, наверное, на эти страны. Теперь в западных странах они отключены от кнопки, их не видят, но все равно в интернете их можно найти. Но вот на самом деле это я давно заметил, что вот в центральных американских изданиях, я уж не говорю там про французские, там я не говорю английский, но самое главное американский, потому что это самая главная страна, донор для Украины, спонсор Украины. Это вот механизм реально присутствует, и у меня такое путинская внешняя разведка, путинские шпионские ведомства, путинские пропагандисты работают довольно эффективно. Дешевле и проще, да, купить журналиста Дюранти, который напишет в Нью-Йорк Таймс о том, что никакого голодомора нет, и как бы это проще, чем, ну то есть, да, реальный механизм, причем проверенный исторически. Если можно, да, вернемся к пресс-конференции Путина. Знаете, какого вопроса вот там не прозвучало, что меня весьма удивило, вопрос от жен мобилизованных. То есть, мы знаем об этом движении, знаем, что им дали поднять голову, не задавили их в зародыше, и вот, ну, просто момент просился, знаете, вот, чтобы этот вопрос прозвучал, и чтобы Путин красиво на него ответил. Ну, то есть, зная об этом вопросе, да, всегда можно найти как, пообещать что-то, ну и потом бы эти жены мобилизованных месяц, два, три, там, я не знаю, успокоились на этот срок, ждали бы реакции действий, да, обещанных. Но нет, этого не произошло. Почему? Помогите с этим понять. Вот они теперь, эти жены мобилизованных, к которым я сразу скажу, у меня никакого сочувствия нет, ну, потому что их мужья убивают украинцев в Украине, а жены хотят, чтобы им дали отдохнуть этим убийцам. Вот, поэтому у меня сочувствия нет, но мне хотелось бы, чтобы этот их марш все-таки масштабировался на всю Россию. Чтобы у Кремля было как можно больше с этим проблем. Кремля, вот, но почему не прозвучало этого ответа? Помогите с этим понять. Почему Путин не воспользовался моментом? Он же идеальный был, как мне кажется. Нет, как раз он абсолютно правильно все не воспользовался, потому что в этом смысле у меня был такой ответ даже немножко шире. Те вопросы, которые Путину не были заданы. А Путину не были заданы опасные вопросы, потому что вот даже те острые, условно острые вопросы, там вот там не хватает дронов, вот там не хватает у нас удостоверений, вот там ЧВК какой-то. Это внешне выглядело как критические вопросы, но они не были критически важными для него и, самое главное, критически опасными. Почему никто не спросил про Навального? Почему его никто не спросил про Гиркина? Почему его никто не спросил про Пригожина? Почему есть опасные вопросы? И вот эта история с Жиронами – это опасный вопрос. Вот его даже нельзя было озвучивать, чтобы не давать возможности такой широкой аудитории получать информацию о том, что такой вопрос существует. Потому что есть, конечно, какая-то часть, которая знает о существовании этого вопроса, но есть, допустим, большинство людей. Вы знаете, у меня чем дальше, тем ширится и углубляется, и усиливается впечатление, что россиян вообще не заняты вопросом этой войны, они уходят от вопросов войны, они не смотрят эти репортажи, чем меньше им говорят про войну, тем лучше. Кстати, в этом смысле я был очень сильно удивлен, что Путин озвучил эту тему, и я был такой не единственный, потому что я слушал несколько своих коллег-экспертов, которые занимаются специально выборными вопросами, которые являются не просто политологами, но политтехнологами, то есть люди, которые занимаются предвыборными всякими и выборными вопросами. И они говорили, что Путину совершенно невыгодно вообще раскручивать тему войны, ему надо уходить от этой темы. И это вот чувствовалось, что с подачи управления внутренней политики администрации президента примерно с октября месяца была такая картинка, вот Путин ходит по выставкам, встречается с какими-то детьми, с дамами, все замечательно, в экономике все хорошо, а война вообще не существует как проблема. И вдруг Путин вылез практически с центральной темой своей предварительной кампании с войной, и это было удивительно, да, вот это было, кстати, не очень понятно, и вот эти мои коллеги-политтехнологи говорят, что на самом деле для Путина это была стратегической ошибкой, потому что ему вообще не надо было об этом говорить. Уж тем более, вот тот вопрос, который вы задали, конечно, эти самые жены, это для Путина чрезвычайно провальная тема, тем более, что вот вы говорили в подводке к нашей передаче, что вот когда эти жены там пойдут как Пригожин на Москву. Вот вы знаете, когда эти жены пойдут как Пригожин на Москву, это для Путина не опасно, для Путина опасно, когда их мужья вместе с автоматами Калашникова и с танками, которые у них есть на украинском фронте, сделают то, что сделал Пригожин, которые послушают, значит, заявления своих жен где-то там в тылу и скажут, вот Пригожин, значит, у Путина нельзя добиться ничего просьбами и можно только сняться с фронта с танками, с пушками и с автоматами Калашникова, дойти до Москвы, вот тогда он услышит. Вот этого боится Путин, и поэтому, конечно, этот вопрос совершенно точно не должен был быть озвучен. Но вот мне казалось, что он сможет заболтать эту тему, знаете, как-то успокоить, оттянуть во времени хотя бы до выборов, да, эту проблему. Но скажите, а вот теперь, да, не получив ответ от Путина на свои вопросы, вот эти жены мобилизованных, когда я цитировал, когда я говорил, что они отрыдаются и пойдут на Москву, это на самом деле не моя придумка, это цитата из их переписки, из их телеграм-канала, вот что они действительно готовы теперь к большим масштабам, отрыдаются, не получив ответа от Путина. Вот по вашему мнению, может ли это масштабироваться теперь в что-то большее? И как на это будет теперь реагировать Кремль? Ну, с пониманием того, что, наверное, если они возьмут их дубинками разгонять, то вот тогда произойдет то, о чем вы уже сказали, что жены, мужья возмутятся и развернут оружие в сторону Кремля. Это самая интересная тема, которую, я так думаю, что дать какую-то перспективу и предсказать, как это будет развиваться, мы, к сожалению, не сможем, потому что мы просто не понимаем настоящий масштаб этого события, а также то, что власти собираются делать для того, чтобы затушить этот пожар. Но для Путина это, я думаю, самая большая опасность вообще во всей этой выборной кампании, потому что мы понимаем, что вот политической оппозиции, строго говоря, внутри Российской Федерации, Путину как бы нету структурированной, да, ну, то есть люди, в основном людей затрагивают какие-то бытовые вопросы, и поэтому вот можно смеяться там и издеваться над этим сколько угодно, но вопрос с яйцами – это действительно вопрос, который может громыхнуть, вот точно так же, как вопрос с газом, повышение газовых тарифов громыхнуло в январе месяце 22-го года в Казахстане, и там состоялась почти менее революция, в результате которой такая воспользовалась этим моментом и закопал Назарбаева и его клан, полностью отстранив это от власти. Вот, и я считаю, что как раз вот такие бытовые вопросы, они гораздо более важные, более долгоиграющие и более опасные для Путина, но вот видите, с яйцами, значит, он это дело вынес на рассмотрение, потому что, скорее всего, здесь решение есть, потому что наверняка сейчас запущен будет внешнеторговый механизм, наверняка там начнут какие-то поставки китайские, турецкие, там еще какие-то, вот это дело нормализуется, тем более, что сейчас просто пик, потому что праздники, просто на праздники все делают закупки заранее, и поэтому немножко спрос больше, чем в обычное время. Я думаю, что это они разрулят где-то к началу января месяца, и потихонечку эта тема уйдет. А вот тема этих самых жон, это тема долгоиграющая, потому что уже было заявлено Картополовым и Гурулевым, что никакие мобилизанты никуда не пойдут с фронта до окончания войны, то есть никакого на самом деле здесь не предвидится решение военным руководством Российской Федерации, и для Путина это, безусловно, опасная штука, но я так думаю, что он надеется, что осталось там три с половиной месяца или там три месяца до выборов, и что пронесет, потому что Путин всегда, в общем, надеется, что пронесет. И, вы знаете, вот самое страшное, что у Путина судьба такая, что чаще всего проносило. Да, вот это как по старому анекдоту про поручика Ржевского, когда ему там говорят, а могут по морде дать? Он говорит, да, конечно, по морде могут дать, но вообще-то иногда и там удается вот то, что он там предлагает женщинам хамского и очень сексуального. Вот у Путина то же самое. Вот мы надеемся все время, что его кондрашка хватит, что, я не знаю, там, россияне когда-нибудь рано или поздно там надоест им все это дело, а вот чего-то не надоедает, и кондрашка его не хватает. Но будем внимательно следить за этим, будем надеяться, что все-таки полыхнет, что все-таки социальный взрыв произойдет, и хотя бы часть ресурсов Кремля на это все оттянется. Сергей Олегович, к сожалению, ограничены сегодня во времени. Спасибо, что нашли возможность для разговора. Спасибо за вашу аналитику, за ответы пояснений. Отдельно, конечно же, не устаю вас благодарить за поддержку Украины. Спасибо всем зрителям, кто был с нами на стриме. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Напоминаю о подписках. О подписках на 24-й и о подписках на личный телеграм-канал Жирнова. Подписывайтесь, все будет Украина. Увидимся.